События на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы в Баткенской области оставили без крова 136 семей. Почти половина этих жилых домов Баткенского и Леликского районов восстановлению может и подлежит. Ну а остальные разрушены полностью. В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба. По подсчётам МЧС Кыргызской республики было разрушено 136 домов и 84 объекта. Из них одна школа, один фаб, один детский сад, один медицинский пункт, одна стоматология, две аптеки, одна библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий. Указ президента нацелен именно на скорейшее восстановление приграничных сёл, а также создание необходимых условий для жизнедеятельности граждан, организации, учреждений и предприятий. Первый шаг создания госкомиссии. Далее разработка проектов по оценке ущерба, восстановления и дальнейшего развития приграничных сёл. Поручено ряд мер правительства, в частности выплата компенсации пострадавшим семьям, во-первых. Во-вторых, предусматривается мера, согласно которому предусматривается поручено правительству разместить на временных жилых помещениях пострадавших граждан, и строительство новых домов за счёт государства. И также предусматривается ряд мер, направленных на поддержку субъектов предпринимательства, в частности, на освобождение их от налогов, во-первых. Во-вторых, на отсрочку кредитов, получивших. Министерству экономики и финансов нужно предусмотреть в республиканском бюджете необходимые средства для финансирования мероприятий. Процедуры подсчёта ущерба нужно проводить по всем международным стандартам, поскольку Кыргызстану необходима помощь и международных финансовых организаций. Здесь тоже есть встроенные механизмы, системы ООН, которые уже развернули в Баткенской области пункты по оказанию поддержки, вопросы продовольственной безопасности и вопросы поддержки местного населения. По выделенным средствам, как вы знаете, уже этот премьер-министр озвучивал 700 миллионов сомов уже выделено для оказания поддержки Баткенской области. Восстановление в кратчайшие сроки, крова жителей области и материальная поддержка – одно дело. Здесь важно оказать психологическую помощь пострадавшим. «Хотелось бы отметить, что комиссия, она будет работать по всем направлениям, то есть это не только восстановление домов, восстановление документов. Конечно, очень важно сейчас нам, в том числе, например, это то, чтобы дети были предоставлены им отдых в лагерях и пансионатах, чтобы была оказана константинно-психологическая помощь, там даже сделали бесплатную работу архитектурой, чтобы заново начертили дома, проекты домов, чтобы выдавали им бесплатно все необходимые справки». Для сбора привлекаемой помощи также был открыт единый депозитный счет, куда могут перечислять деньги в виде сомов и другой иностранной валюте, юридические лица и простые граждане. Информация размещена на сайте Министерства экономики и финансов и обновляется ежедневно. Улан Казенов, Тимур Садагалей, Фалато, 24.